Все, все собрались. Сразу немножечко скажу, кто я, что. Меня зовут Даша. Я приехала из города Харькова и работаю вместе с Сережей в одной компании. То есть уже кто был на предыдущем докладе, на его понимает, что у нас проекты могут быть от того, что мы гоняемся за людьми, сделать им прививку и заканчивать тем, что сидим в самолете и тестируем какие-то там, как это все происходит, какие-то процессы в полете. Поэтому в компании у нас абсолютно разные проекты могут быть и вот в один прекрасный момент случается так, что заходит что-то с чем-то непонятным, интересным и это нужно тестировать. Что заходит? Заходит несуществующая реальность, виртуальная реальность, дополненная реальность, да, как угодно ее можно называть в тот момент. И сегодня как раз я хочу вам рассказать о том, как это у нас получилось, какие мы определили границы между существующими реальностями, которые сейчас есть. Что такое вообще HoloLens? Кто знает, что такое HoloLens? О, круто! Вообще супер! Кто не знает, кто никогда не слышал, либо не видел его, я надеюсь, что после сегодняшней лекции моего доклада все уйдут довольны и вообще счастливы. Вот я расскажу, как с ним немножко работать, что он из себя представляет. Поэтому, если вы когда-то тестировали уже, вот те, кто знает, что это такое, то, возможно, вы подчеркнете для себя что-то новое, основываясь на нашем опыте. Те, кто никогда еще с ним не работал, я надеюсь, что в будущем вы все с этим столкнетесь. Это круто, это интересно, хоть и сначала кажется страшным. Вот, и вы будете уже готовы, потому что у нас это было не готово. Вот, итак, поговорим о реальностях. Кто знает вообще, какие сейчас существуют реальности, кроме вот нашей, то, что сейчас есть. Матрица, виртуальная, матрица, еще что-то слышала, было. Призрачная. Призрачная. Дополненная, круто! Привет, дополненная и реальная. И виртуальная. Виртуальная. О, а я сейчас еще об одной расскажу. Сейчас у нас различают, очень популярно так говорят о том, что существует три нереальные реальности. Это первая, виртуальная реальность. Недавно как раз вышел фильм «Первому игроку приготовиться». Я думаю, многие его видели, слышали о нем хотя бы, да? О, да, вижу люди, которые кивают. Кто не слышал, кто катался на аттракционах, вот одевают шлем на голову, да, там какие-то качели, какие-то банджи-джампинги. Вот это все виртуальная реальность. То есть на нас одевают шлем, и мы полностью отключаемся от существующего мира. Мы видим картинку, которую нам искусственно показывают, создают, и полностью нас возводят вот в ту несуществующую реальность. Виртуальная. Следующий уровень, следующая реальность, это дополненная. Как только начали о ней говорить, появилась игра «Покемон Го» на телефонах, на айфоне. И тогда люди просто как сумасшедшие бегали по улицам, ловили каких-то непонятных зверьков. А в чем была фишка? Фишка в том, что сквозь камеру телефона мы видим наши привычные улицы, дома, людей, машины, которые проезжают. Все это прекрасно. Но потом в какой-то определенный момент появляется Пикачу. Дай Бог, чтобы он. И дополненная реальность, это как раз заключается в том, что на наш существующий мир накладываются какие-то виртуальные объекты. Они могут быть привязаны, они могут быть непривязаны, но что-то несуществующее в наш существующий мир. И тут появляется следующий уровень. Смешанная реальность. И главная ее фишка заключается в том, что вот эти вот виртуальные объекты, которые помещаются в наш реальный мир, то есть это дополненная реальность, но виртуальные объекты, они привязаны к реальному миру. То есть если покемон у нас появлялся где-то там вот на улице, просто независимо от того, что там возле дерева, перед деревом и как бы чуть ли не в дереве, то в смешанной реальности мы можем картину повесить на стену. Мы можем в комнате где-то поставить диван, мы можем поставить какую-то статую, и мы не можем поставить эту статую в стену. Мы можем виртуальную чашку поставить на стол, и она будет стоять на столе, она не упадет. То есть виртуальные объекты, они привязываются к нашему реальному миру. Вот это вот сейчас называют смешанной реальностью. Кто-то ее еще до сих пор называет как дополненная, потому что все-таки это дополняется она. Вот тут очень тонкая грань. Ну и как бы дополненная-дополненная, хорошо, но Microsoft идет дальше. И вот эту вот дополненную реальность, как раз он первый называет ее Mixed Reality, смешанной, и выпускает свой собственный продукт для нее. Это очки HoloLens. Полностью его производство работает на Windows 10 со специальной оберткой вот под HoloLens. Работает по такому принципу, что человек надевает шлем, очки, он сквозь него видит весь окружающий его мир, но потом в какой-то момент перед ним появляются вот эти виртуальные наши объекты. В нем несколько камер, несколько всяких датчиков, какие-то динамики, микрофоны. То есть очень такая нашпигованная машина, можно так сказать, но нужно с ней как-то работать, что-то. И вот так случается, что у нас появляется этот HoloLens, появляется проект на нем, и нужно что-то с ним делать. Что делать? Начинаем мы разбираться вообще, как он устроен, что он должен выполнять, что вообще хочет заказчик, можем ли мы сделать то, что он вообще хочет. Он как бы тоже не совсем понимает еще, что с ним нужно делать. И первое, с чем мы столкнулись, что вот эти виртуальные объекты, то есть это же Mixed Reality, виртуальные объекты мы должны привязать к реальному миру. То есть как-то этот шлем должен понимать наш реальный мир. И вот был доклад про робота, который должен ориентироваться в пространстве. Вот у нас было примерно то же самое, наш шлем должен как-то ориентироваться в пространстве. И тут у него есть специально заложенная функция, которая позволяет сканировать окружающую его среду, и таким образом преображать ее в карту, сохранять у себя, и потом как-то виртуальные объекты с ней взаимодействуют, на каком-то уровне, о котором мы дальше поговорим. Поэтому сразу, когда человек надевает этот шлем, включает его, все хорошо, вот первое, что происходит, это происходит сканирование того, где находится шлем, для того, чтобы дальше как-то взаимодействовать, как-то понимать. Следующее, у нас была очень важная задача, функция, что хорошо ты просканировал, но опять-таки мы должны тебя привязать к реальному миру. То есть наши виртуальные объекты, они должны как-то взаимодействовать со стенами, с потолком, с диванами, со стульями, столами, все, что у нас есть вокруг нас. То есть как мы, люди, да? Стол мы обходим, а не проходим сквозь него, к стене мы подойдем, дальше не пойдем. Вот то же самое должен выполнять и пользователь, и то, что он видит в бачках. Вот тут сейчас на слайде показана, это действительно существует вот такая игра, это я снимала именно со шлема. То есть люди где-то находятся, я слышу, что они разговаривают, но они где-то находятся, могут совершенно в другой комнате быть. Женщина сидит на реальном диване, и видно, что она сидит, как бы все очень натурально, все очень красиво. Должны добиться тоже такого эффекта. Ну и как бы мы поняли, да, что вот это мы должны все делать. И как, с чего начинается? Вот этого мальчика зовут Олеж, что он мне будет сегодня помогать, то есть он будет показывать, как это выглядит внешне, и параллельно еще будем смотреть, как это выглядит внутри, то, что он видит. Олежка надевает шлем и смотрит вокруг, начинает вот как раз сканирование. Первое, что стоит запомнить, процесс сканирования, процесс ориентации происходит не потому, куда вы смотрите глазами, а потому, куда у вас повернута голова. То есть ваши очки, ваше продолжение зрения, это продолжение вашего носа. Поэтому для того, чтобы как-нибудь сориентироваться в пространстве, человек должен просто вот так, головой можно поворачивать, но глазами там не важно, вы смотрите вверх, вниз, влево, вправо, куда-нибудь, нет, все идет вот продолжением вашего носа. И это первый пункт, к которому нужно привыкнуть, который нужно понимать, который нужно, на него нужно рассчитывать. Второй еще такой момент, тоже хочу сейчас сказать, именно про HoloLens. Сейчас его текущая версия первая, угол обзора вот этого шлема, этих очков, всего лишь 32 градуса. То есть вы видите не, точнее не то, что вы видите, а вот процесс сканирования, и вот эта все виртуальная работа, она будет происходить у вас просто вот перед глазами, на небольшом экране. Поэтому тоже, ну, нужно как бы так знать, учитывать, помнить об этом. И тут начинаем мы отделе сканирования. Какие бывают траблы? С чем столкнулись мы? Мы когда начали работать с ним, когда начали тестировать, у нас поступила эта задача, типа, ну, вот у вас есть какое-то время определенное, чтобы научиться им пользоваться. Ну, не получилось. Не было у нас этого времени, мы пришли и сразу начали что-то делать. С чем столкнулись? Освещение. Очень чувствительно. Очень чувствительно на контраст цветов. То есть для того, чтобы правильно Хэллоуэнс понимал, какие-то объекты, столы, стулья, стены, они должны быть максимально контрастны. То есть если вы находитесь в белой-белой комнате, в которой стоят белые столы и все абсолютно белое, ему будет очень сложно распознать каждый элемент отдельно. То же самое с темными цветами, с лебыми. Поэтому в очень темных комнатах он тоже может немножко теряться, не распознавать вот настолько подробно. То есть там диван, да, он будет как-то, ну, не сильно обтекать, и не такой уж он и диван уже как бы, то есть а хочется же все максимально подробно и четко. Вот. Второй момент с поверхностями. Вот тут есть очень интересный случай, что Хэллоуэнс не сканирует зеркала и стекла. Вообще не видит их. Поэтому если вы находитесь в комнате, в которой, вот представим, да, вот эту нашу аудиторию, сейчас мы поднимем стекла, тут начнем ходить в этих шлемах, я не знаю, в очках, вот у нас стекла, это будут какие-то просто пустые пространства, ничего не будет вообще. У нас не нарисуется карта, не создается, и мы ничего с ней не сможем сделать. То же самое с зеркалами. У нас был очень интересный случай, когда, ну, все знали, что зеркала не сканируются. Просто это уже там не первая неделя, да, разработки идет, уже это мы выучили, все молодцы. В комнате висит вот такое большое зеркало, как тут везде. Ну, такие сканируем, там смотрим, что-то ходим, все красиво, там какие-то у нас элементы уже, стек-модели. И была задача просто выйти из комнаты, посмотреть на стену, которая вот между нами как раз, и ничего не должно быть видно, вот такая задача. Да, да, хорошо, все, выходим, смотрим, ничего не видно, ничего не видно, и тут бац, какой-то такой мы видим модели. Да ладно, опять зашлись, пересканировали все, вышли, опять видим. Переставили модели, как бы под другим углом, а мы их видим. Пока уже потом разработчики, все тоже, уже тоже подключились, а ладно-то, что ж такое. И просто совершенно сторонний левый человек, который как бы немножко уже так не замылен у него глазами, он приходит, говорит, так зеркало же висит. И у нас получилось так, что мы просканировали комнату, мы поставили там наши элементы, вышли, и вот как раз в том месте, где висит зеркало, мы эти все элементы можем видеть с другой стороны. То есть он рисует вот такой вот туннель какой-то пространственный, то есть он не видит ничего. И вот это тоже стоит учитывать, это стоит учитывать даже при планировании, тестировании. То есть где будет использоваться этот холлэнс. Если заказчик говорит, у меня там какой-то, я не знаю, тронный зал, и там все блестящее, зеркальное, и все такое красивое, ну, как бы стоит это ему предупредить, что, чувак, извини, тут могут быть у нас небольшие вот такие вот проблемы. Вот это с поверхностями. А по поводу расстояний. Текущая версия сейчас сканирует не больше, чем на 3 метра от шлема. Опять-таки, если у нас планируется то, что будет использоваться где-то там в каких-то барах, в больших холлах, где 10-метровые потолки, и нам нужно на потолок повесить люстру, ничего у нас не получится. Потому что мы просто не увидим потолок. То же самое за большие какие-то залы, когда опять-таки вот в случае в нашей жизни приехали ребята на выставку, им нужно было просто там установить меню, на стену повесить, а стен нет. Они находятся в огромном таком зале, там какие-то стенды стоят, все. И вот пока они не подошли уже непосредственно к этому стенду, там на 2 метра на расстоянии, то есть все, мы наконец-то что-то просканировали, мы повесили это меню наше. Все знали, но все почему-то как-то об этом упустили момент. По поводу локаций, то есть то, что где находится сейчас HoloLens, да, он просканировал это, запомнил себе, сохранил, там размещает как-то элементы, но опять-таки, вот мы выходим из комнаты, да, как был он в случае с зеркалом, допустим, то, что мы его упустили, но мы выходим из комнаты, и что происходит там дальше, тут нужно учитывать, должны ли мы пересканировать новое помещение, либо должны мы запомнить и что-то вот делать только с текущим помещением. Как вот это все, это все очень сильно влияет, во-первых, на производительность, во-вторых, на конечные результаты, и стоит об этом помнить, об этом думать. То же самое же с пересканированием, то есть будем ли мы что-то менять или обтекать, или как у него есть возможность динамического пересканирования, то есть мы находимся сейчас в комнате, да, там три человека просканировали, все сидят, все красивые, три человека встали и ушли. На их месте, по идее, должны остаться силуэты, как бы и мы не можем их ничем заполнить. Либо может быть вариант, что люди ушли, все, сразу пересканировалось, свободное место, мы можем там чем-то его заполнять. Шикарное решение могло бы быть. Вот это все, что начинается, вот работа началась, первое, что стоит помнить, учитывать. Идем дальше. Просканировали, все красиво, и следующее появляется у нас как раз вот эти виртуальные объекты, которые нам предоставляют разработчики, которые рисуют, и которые мы должны внедрять в наш реальный мир. Голограммы, либо моделями их называют еще. Вот тут как раз видно наш котик, это наша голограмма, которую мы-то что-то таскаем, переносим, ставим, крутим, вертим, как-то анимируем. Вот это на заднем фоне, это просто меню стандартного приложения, любого, по идее. И вот как-то там оно что-то там. Вот так примерно выглядит, ну, большая часть моделей, да, если смотреть на ту игру, то мы видим, в принципе, то же самое, но из-за того, что мы с ними не взаимодействуем, вот в плане как-то перемещения, растягивая они сами по себе, поэтому мы не видели вот эту ограничительную рамку. Но у каждой модели для понимания, вот как раз вот это сейчас будет, для понимания его размеров, объемов, какую площадь он будет заполнять, как его размещать. Каждая модель облачена вот в эту вот рамку, и она на самом деле является чуть ли не важнейшей частью для работы с этой моделью, потому что именно с помощью нее человек, реальный человек взаимодействует с вот этими объектами. Он ее может уменьшать, увеличивать, переносить, как-то вообще удалять. И у каждой вот такой вот модели всегда должно быть обязательно меню, ну если человек с ней работает, да. На меню там тоже могут быть абсолютно разные функции, но самые стандартные, это ее обязательно нужно удалить, ее можно установить, ее можно как-то изменить в размерах, то есть ее можно активировать. Вот так выглядят модели, и окей, но как же мы с ними будем работать, то есть что мы с ними будем делать. В комплекте с HoloLens идет кликер, это даже меньше, чем вот эта вот игрушка, там всего лишь одна кнопка, которая выполняет функцию клика мышки, и либо можно делать лонг тап, просто зажать ее, и тоже она выполняет свою функцию. Но, ну как бы не очень интересно, потому что действительно хочется, да, вот все руками, как-то максимально приближенно, максимально, чтобы это было реалистично, поэтому существует набор жестов, которые можно вот как-то ими управлять. По поводу жестов, опять Олежка, вот как раз сейчас у него происходит процесс сканирования, и следующее, сейчас он повертится, покрутится, вот это же ему нужно по 100 раз головой наклонить, поднять ее, а вот так то, что происходит у него внутри, в очках. То есть вот это вот идет сканирование, и вот эта беленькая точечка, это как раз наш курсор, который является главным показателем того, с чем будет работать пользователь. То есть все как в реальном мире. Если мы хотим взять чашку, то мы сначала на нее посмотрим. То же самое здесь. То есть мы смотрим на объект, и шлем понимает, что дальше с ним будет идти какое-то взаимодействие. И вот как раз вы посмотрели мы на какую-то чашку, на котика, на нашего в меню посмотрели, и идет следующий жест AirTab, который выполняет как раз роль клика, либо выбрать что-то, что-то активировать, что-то нажать. Но начинается самое интересное, что оказывается не так и просто сделать этот жест. Но мы можем сейчас все попробовать. Это на самом деле мы очень долго учились делать, потому что важно сделать именно одним пальцем. То есть второй не обязательно как-то там что-то активировать, или все. Нет, именно верхний клик нужно сделать. Вот. У нас были вот такие вот. Нас уже учили, делай вот так вот. Но нет. И, кстати, да, оказывается сложно. Внутри это выглядит вот так. Вот меню, и просто я делаю клик. Что-то выбираю, что-то активирую, что-то, но... Дальше выполняется на модели, это управление меню, любое тоже вот гейзом, я курсором направляю, что хочу, смотрю на то, что хочу сделать, и просто выбираю. Но еще очень важное условие в том, что вот эти все жесты, которые мы выполняем рукой, они должны быть в поле зрения хололэнса. То есть в поле зрения вот этих вот 32 градусов. Поэтому сейчас, ну, как бы клик, да, клик, он может работать и за спиной, вот этот вот, он понимает. А жесты все должны быть на уровне глаз, и ты вот это вот как зомби ходишь, там что-то делаешь. Вроде как уже ты привык, но вторая фишка в том, что шлем абсолютно все равно чья это рука. Ему абсолютно все равно левая, правая, вообще твоя это рука. Поэтому ты вот это работаешь, что-то в шлеме, там пытаешься максимально ровно выстроить, красиво поставить. И тут проходит твой любимый сотрудник и делает тебя вот так вот. Вот. И как мы и начинаем мы все заново потом повторять. Вот. Потом еще один жест очень интересный, который служит для, чаще всего для масштабирования моделей. то есть для вот увеличения, уменьшения, вращения их, либо просто для переноса. Вот Олежка там можно двумя руками, можно одной рукой. Тут уже, конечно, сложнее подделать кому-то извне, потому что нужно попасть вот в эти элементы, которые позволяют, да, растягивать. Тут уже так просто ты ничего не сделаешь особо, если ты не видишь. Тут видишь, когда и то сложно попасть. Вот. И еще один жест, самый простой, и который вот как раз его легче всего тебе устроить за подлянку, потому что он играет очень важную, кстати, роль. Он закрывает текущее приложение и открывает меню главное. И вот ты работаешь, неважно на какой стадии, что ты там устраиваешь, какие ты там хоромы строишь, я не знаю, зоопарки делаешь из животных. Но вот это вот раз-два, и все, у тебя все заходится. Закрылась, можешь начинать все заново. И оно либо открывает главное меню вообще всего HoloLens, либо сворачивает текущее приложение. Это самые основные жесты. Больше ничего нет, больше никакими пальцами рисовать не надо, больше там мы можем тыкать что угодно. Нет. Вот три жесты, делайте с ними что хотите. А также еще и существует голосовое управление, это Cortana, работает она только на английском языке. Стандартный абсолютно набор команд, select, remove, choose, stop и тому подобное. Но опять-таки все равно, кто это говорит. Абсолютно. Поэтому, если в комнате достаточно шумно, либо идет какой-то митинг, либо кто-то что-то обсуждает, либо кто-то что-то ругается, и начинает высказываться, и тут вот это HoloLens начинает слушать, 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 накапливать это Cortana, и начинает что-то там потом еще творить. Вот. Поэтому, если есть такая задача тестировать именно голосовое управление, то тут нужно учитывать вот эти вот рамки, чтобы было потише, и как-нибудь, ну, лучше, конечно, этого избегать. Вот. Опять-таки, вроде как все красиво, все понятно, все интересно, но нужно что-то с ним делать. Вот эти вот, то, что мы показывали, да, лонгтабами, растягивания, уменьшения моделей, очень много всяких случаев бывает, когда я сейчас начну рассказывать именно кейсы, которые были у нас, о которых, ну, до сих пор мы нигде не прочитали в интернете, да, потому что вот мануалов о том, как это нужно правильно тестировать, а до сих пор этого, ну, нет. Все люди учатся, технология еще очень сырая, и каждый вот как-то подстраивается, мы учимся на ней до сих пор еще. Поэтому, вот, что было у нас, и с чем лучше никогда больше не сталкиваться, либо с чем, что лучше учитывать. Модель, ее можно увеличивать, уменьшать. Обязательно всегда нужно оговаривать какой-то минимальный размер модели, до которого ее нужно уменьшить. Потому что, если вы ее свернете настолько, что потом у вас не будет вот этих вот элементов управления, все, пиши про палок, и там и удалить ее уже невозможно будет, только перед запуском приложения все как-то решается. То же самое с увеличиванием. У нас были случаи, что мы увеличивали модель до тех пор, пока она не вылазила куда-то там уже за границы нашей комнаты. Потом она застревала в этих пространствах, и мы не могли дальше с ней ничего никак не растягивать. И сначала, кто бы мог подумать, что так можно. Но, оказывается, можно. Поэтому тоже стоит вот помнить. А потом, у каждой же модели, я говорила, да, есть всегда меню, которое там стандартные, кнопки управления, модель. Есть два, две функции. Ее можно засунуть в стену, специально так захотели, что вот, ну, можно ее засунуть, спрятали, все, нет. Но, вот эти меню управления все всегда должны быть доступны. Хоть как-то, хоть ты прячь, хоть ты не прячь ее, всегда должны быть доступны. Либо в идеале ты не можешь ее спрятать, просто в стену. Как в реальном мире. Ты пришел, она столкнулась, все, дальше она у тебя не пролазит. То же самое отклик на жесты. Вы привыкли, вы, допустим, работаете на проекте уже какое-то определенное количество времени, да, вы выучили вот эти все клики, все максимально, вы знаете, как попасть. Подключается новый какой-то человек, а чаще всего заказчики, они как бы хотят-хотят, да, но там, ну, раз в две недели оденут его, посмотрят, там, что изменилось. И такие, господи, ребята, с ним же невозможно работать, как вы это делаете. Вот должно быть максимально удобно новому человеку. Он пришел, сразу попал по кнопке, растянул. Все. Это все настраивается, это все сглаживается, только об этом нужно несколько раз, к сожалению, говорить с рабочим, что об этом нужно помнить. По поводу масштабирования, вот эти вот жесты, да, которые, растягивание, удобно, красиво работают, когда ты там, как-то вот в границах своих, все рисуешь, вверх, вниз, влево, вправо, вперед, назад не работает. Вот не видит хололенс вот этот вот жест с первого раза. То есть, опять-таки, нужно как-то вот мягко, чтобы это было, это настраивание. Обязательно нужно помнить о вот этом вот еще жестие. Обязательно нужно его тестировать. Вот. И еще очень такое неожиданное для нас решение было, когда вот, опять-таки, вспомним котика, да, нашего, у нас был такой случай, что мы выставляли несколько одинаковых моделей, ну, каждую из них там можно что-то увеличить, уменьшать, анимировать, там, включаешь котик, он начинает мяукать, например. Мы выставляли так несколько котиков, нажимали на одного, и у нас начинали мяукать все. Вот, какие-то здрасте. Удаляли его, удалялись все. То есть, неважно, сколько у вас, каких моделей, одинаковых, разных, у каждой всегда должно быть индивидуальное управление. Всегда. Вот это, это потом уже даже мы где-то вычитали, что это уже ввели как правило. Вот, то есть, если, ну, по стандартным, да, правилам, то есть, если уже там какие-то определенные требования, то окей, хорошо. Вот это с моделями. А потом, как бы, основная функция, да, такая, то есть, ты работаешь, ты что-то делаешь, ну, краши-то должны быть, но не может не крашиться. Вроде как все хорошо, но в хололэнсе, то есть, мы привыкли, да, на телефоне, что такое краш? Закрывается. То есть, да, выскакивает какая-то ошибка, какой-то notification, мы сразу это видим, мы сразу понимаем. В хололэнсе этого нет. Краши там не видно вообще никак. Чаще всего. Ты устанавливаешь, опять-таки, вот установил ты пять котиков, первый мяукает у тебя, пятый мяукает, на четвертый ты нажимаешь, чтобы он мяукал, он не мяукает. На третий нажимаешь, он мяукает, на четвертый не мяукает. Оказывается, приложение закрашилось, только у тебя все остальное работает. А вот один котик, ну никак у тебя не отзывается. Хорошо. Еще что-то ты делаешь, ты сканируешь пространство, сканируешь, сканируешь, оно у тебя сканируется, а меню не отображается в конце. Оказывается, приложение закрашилось. И очень важно, ну мы, например, у нас вот закончился проект, но мы так и не добились того, чтобы выводить какую-то внятную ошибку для тестировщика о том, что приложение закрашилось. То есть это нужно, никакого стандартного решения нет. Это нужно выводить специально, мы там уже просили какие-то вспышки делать в глаза, ну хоть что-нибудь, хоть как-нибудь отображать. Там не знаю, ну чтобы было понятно, что ты, а так ты понимаешь, ты работаешь-работаешь, у тебя там логи где-то, логи пишутся, но они уже затираются, затираются, пока ты там своими еще какими-нибудь котиками поиграешься. И потом нужно воспроизводить это все заново. Вот, поэтому, случаи вроде как понятны, и он есть, и ну как, как может не быть крашей, а оказывается, их может не видеть конечный юзер. И вот тут на помощь приходит админка, которая есть у HoloLens, это его стандартная вебная версия. И вот тут она очень сильно помогает абсолютно всем на проекте, разработчикам, тестировщикам, PM-ам, потому что она позволяет, самое интересное, это стримить то, что видит пользователь в шлеме, на компьютер. И записывать можно видео. И вот, когда ты работаешь с ним, что-то происходит, начинаешь объяснять, там, да, у меня котик не вертит хвостиком, например, подключается разработчик, смотрит, а, ну да, действительно, все, там пошли уже логи, уже пошли там, что-то дальше смотреть. Либо работаешь где-то отдельно, никого нет, ага, поймал какой-то баг, там какие-то у тебя элементы не отображаются, либо что-то не работает, заходишь, да, записываешь видео, все шикарно, все работает, отправляешь. И вот эти видео, на самом деле, очень сильно помогают при составлении баг-репорта, потому что ты описал, ты вроде как написал, что достать там, установить такую-то модель, подключить то-то, то-то, посмотреть то-то, то-то, и прикрепляешь видео, все, твои слова никто читать не будет, все сразу максимально включают видео, смотрят, что ты там делал, вообще какой рукой ты это делал. Вот, вот это очень сильно помогает при тестировании, при разработке, вообще при отслеживании всего, что происходит. Также тут еще показывается перформанс, вообще твоего шлема, потому что, так как сейчас эта технология еще вот в разработке, еще новая, еще сами никто не понимает, у нее она, ну, достаточно такая тонкая, и очень аккуратно с ней нужно работать, потому что какое-то продолжительное действие с ней начинает возникать разные ошибки, например, девайс греется на голове, при продолжительной работе, больше получаса ты уже начинаешь ощущать такое заметное тепло в области лба и начинаешь немножечко так уже задумываться, стоит ли все это вообще, что будет дальше происходить со мной. Вот, поэтому, вот то, что я говорила, перформанс, он очень сильно влияет на дальнейшую работу, также из нашего личного опыта, как бы уже вроде как хорошо, да, технологии интересные, все такое, ну, не может же быть все так хорошо. Немножечко портит зрение сейчас и опять-таки то, что нужно быть аккуратным, то, что нужно быть готовым и объяснять почему так, почему ты не можешь работать в шлеме больше 20-30 минут, да, вот, потому что, ну, извините, потом болит голова, кружится голова, у ребят, которые постоянно что-то дебажат, 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 там что-то смотрят, ну, у нас были случаи, что да, какие-то, ну, случилось так, ухудшения, вот, незначительные совершенно. Человек не ослеп, да, я не ослепла тоже, хотя бы не уходила, но вот эта вот игра, которая, да, была изначально, где женщина сидела на диване, например, мы, чтобы дойти до вот этого уровня, ну, мы, наверное, часа 3 попеременно, вот так вот мы поиграли, сняли, положили его, пока он отдохнул, пока мы немножко отрезвели, ага, опять одели, опять нам походили, посмотрели, так прошли, давай еще положили, но, кстати, до конца так ее никто и не прошел, вот, не знаю, чем он там закончился, ну, интересно, но нет, вот, поэтому, и вместо выводов, мне хочется сказать, что очень интересно, и это действительно, вот то, что сейчас заполняется, и это уже не в фильмах, это уже в нашем мире, это мы с этим работаем, этот Хэллоуэнд сейчас пытаются продвигать в обучении, в маркетинге, в медицине особенно, в астронавтике, поэтому, вот, почему я спросила, кто никогда его не работал, не видел, я очень хочу вам пожелать, чтобы все с этим столкнулись, и чтобы все это попробовали, и чтобы у всех это получилось, и вы были к этому готовы, все, спасибо большое. Спасибо, очень интересный доклад, ощущение, что прям, вот, будущее, вы у истоков находитесь, ну, несколько вопросов, мне интересно, что хотел заказчик, вот, с котиками, это просто, ну, с котиками, это не заказчик хотел, это с котиками уже у нас, как бы, был такой проект, мы на нем учились, можно так сказать, а у заказчика была задача, просто демонстрация, огромных частей завода, каких-то там, элементов, компонентов, просто для продажи. То есть, дизайнерам, наверное, помещений было бы вообще классно, приложение образовалось? Да, да. Вот, вы озвучите проблемы, которые, с которыми сталкивались, и их вообще решают, да, вот, разработчики, я понимаю, холлэнсера, то есть, большое помещение, освещенность. Освещенность решает, но чаще всего, это не то, что решается, это нужно быть готовым, и объяснить это заказчику, почему, если мы можем это сделать, мы это сделаем, но физически мы иногда не можем это сделать, потому что мы ограничены ресурсами самого шлема. То есть, как бы он не хотел, и в поле он работать не будет, потому что сейчас такая версия шлема, ему нужно это объяснять. Ну, интересно, это вот развивается, да? Ну, надеемся, что дальше будет, будем и в полях. А еще, тестированием вы занимаетесь, а есть ли у вас какая-то автоматизация, не знаю, генерация тестовых данных, ну, я не знаю, автотесты, наверное, вряд ли? Нет, не автотесты, ничего, потому что мы сами учились, и пока что там нечего еще автоматизировать. То есть, ну, обычно, ну, что мы автоматизируем, да, какую-то рутинную работу, то, что происходит постоянно. Это не тот случай сейчас. Ну, интересно, спасибо большое. Спасибо. Добрый день, спасибо за доклад. У меня вопрос, насколько сильно деформируется восприятие человека, который работает, ну, и тестирует сколоволезы, сколько занимает обратная адаптация к жизни без сколоволезы? Когда заканчивается проект или когда снимаешь шлем? Ну, вот, когда снимаешь шлем, то есть, ты, ну, там, 20, 30, час, 2, 3, ну, за 10, ну, пассажеров? Я не знаю. У меня, например, это все очень быстро происходило. То есть, я снимала шлем, да, там, 2-3 минуты, все, я уже как бы, но я и не находилась в нем там, больше 15-20, потому что один раз, и как-то так уже голова немножко поболела, ну, зачем это нужно? Все зависит еще чисто от человека. Допустим, зная другого, который там вот одевали и играли в игру, потом сидели вот так вот на протяжении, наверное, минут 10, и как бы сейчас мы восстановимся и пойдем. То есть, не было случаях, когда вы там посреди ночи просыпаетесь, мне нужна воды. Я так уважаю. Спасибо. Спасибо большое за доклад. Подскажите, пожалуйста, вы не упоминали вообще, есть ли синхронизация между несколькими девайками? Например, я сделал красивых котиков, пришел мой товарищ в этих же очках и он этого всего не видел. Такая возможность есть, когда у них главная задача, что вот эта вот админка и либо вот все, что происходит в очках, они должны находиться в подсети. Если мы подключим несколько хололенсов в одну подсеть, установим им какое-то одно приложение, одну игру, допустим, они будут видеть одно общее. Такое есть, но такое сейчас я не рассказывала, потому что мы это не делали, у нас это не было задачи, но пытались просто, но у нас не было возможности даже проверить. Вообще такое есть и строить сейчас на том, почему это все пошло, что вот действительно находились несколько людей, видели одну картинку и могли как-то с ней взаимодействовать. Нереально. Спасибо. Спасибо за доклад. Да, интересно, много узлов таких, необычных. У меня два вопроса. Первый вопрос. Во что упирается вот это ограничение с логированием? И второй вопрос. Логирование крашей? Да, да, да. И второй вопрос. Каким образом вы документируете тест-кейсы? Тест-кейсы мы документировали на базе, ну я начну с последнего, потому что это была больная тема, мы их документировали на базе того, что находили. Потому что предугадать, как это может быть, мы не могли. То есть запланировать заранее, что мы будем как-то это тестировать, и вот мы сейчас придем с такой готовой документацией, большой, и сейчас все вам тут порешаем, такого не было. Мы приходили, мы смотрели, что действительно могут сделать ребята, разработчики, что они могут выжать из этого девайса. Они в свою очередь, они что-то делали. Слушай, ну там же есть вот стандартное решение, то есть уже Microsoft выпустил специально программу для того, чтобы сами разработчики учились на ней как бы делать а-ля идол, какой-то идеал, к чему нужно стремиться. Мы делаем-делаем, ребята заходят, смотрят туда, ага, у них тут вот так вот, а мы так можем сделать? Ну давай сделаем, давай. Вот так вот сделали. Слушай, а мы же можем сделать лучше, чем у них? Ну по идее да. Ну давай сделаем вот так. А мы в свою очередь, да, как тестировщики, то есть мы приходили, мы смотрели, ребят, вот это вот так сделано, а вот мы можем как-то помягче это сделать? Ну либо как-то там, да, описать? Ну, да не, не можем. Хорошо, значит, это оставляется так. Либо у нас вот были какие-то баги конкретные, да, то есть что-то рассыпалось, там что-то крашилось, и мы их заносили для себя как вот как тест-кейсы, что в следующий раз нужно тестировать, нужно помнить об этом, переносить это на другие проекты, что такого быть не должно. И вот так у нас происходила документация именно по каким-то процессам тестирования. А вот, ну и они же в свою очередь сначала были багами, потом они выливались в тест-кейсы на будущее, будущему поколению, и вот как-то вот так вот все. Хорошо. А по поводу логирования, сложность была в том, просто что они, первое время они затирались, и потом попробую это воспроизвести. Да, то есть как бы оно у тебя закрашивалось, а ты же пока расчехлился, то что оно хранится там, по-моему, в тот момент оно хранилось три минуты, и потом вот так вот, ну, затиралось, затиралось, затиралось дальше все истории. А ты пока вот это стоишь, то есть оно там что-то у тебя сделало, ты дальше поклацал, попробовал еще что-то, пока что ты пришел к разработчику, он говорит, а, ну да, наверное, оно так закрашивалось. И вот начинаешь потом это повторно воспроизводить. Потом, когда вот дальше, дальше, дальше начали уже, да, начали выводить какие-то более понятные логи, именно для тестировщика, чтобы находясь в шлеме, он видел, что хотя бы там какая-нибудь красная кнопка загорится, и все. Спасибо. Спасибо за доклад. Та-та-та-та-та-та-та-та.